Кибер-спортивный портал goodgame.ru представляет шоу Stop Cybersport с Эриком Стли. Самые не кибер-спортивные аудио-интервью с людьми, живущими кибер-спортом. Приветствую всех! Вы слушаете 20-й выпуск аудио-шоу Stop Cybersport. Меня зовут Эрик Стли и, как вы знаете, близится знаменательное событие мирового масштаба. И речь идет, конечно же, о World Cyber Games. И именно поэтому был приглашен участник этого чемпионата и представитель дисциплины World of Tanks. Он капитан команды Unity и его псевдоним Капи. Сейчас, я думаю, он сам обо всем вам расскажет. Привет, Капи! Расскажи слушателю немного о себе. Ничего, меня зовут Евгений, мой ник Капи, 28 лет, живу в Московской области, город Пушкино. Я работаю, гуляю, катаюсь на коньках, как любые люди. Ну, вроде больше таких увлечений нет, как в свободное время, играю в танки. Хотя он забирает очень много свободного времени, особенно вечерами. Скажи, когда ты впервые познакомился с этой дисциплиной? Пару лет назад. Как-то решили поиграть на ESL, собрали команду, играли. Вроде понравилось, что-то получалось. Решили продолжить. Со временем команда разваливалась. Кто-то уходил, кто-то приходил. Но сейчас у нас, можно сказать, вообще другой состав, нежели был в начале. Ну вот и продолжаем играть. До этого у тебя были какие-то попытки преуспеть в других киберспортивных дисциплинах? Очень давно играл в Counter-Strike. Он как-то так поднадоел. И все. И больше так ни во что такого не пытался играть. А скажи, а с какой команды началась твоя карьера? Южники. Успешного. То есть с последней, да? Да, и изначально был в ней, и вот, наверное, единственный, кто из старого состава остался, это я. А в целом, вот скажи, чем ты живешь, если отбросить танки? Вот, работаю менеджером торговой компании. Хотя я работаю у друга, потому он и понимает, и отпускает меня на такие всякие соревнования и в другие страны. Повезло, значит, удобно совмещать. Да, с учетом того, что начальник сам играет в танки теперь. Даже на работе иногда пуляем. Почему у тебя такой никнейм? И что он значит? Не знаю, когда зарегистрировался в этих танках, у меня друг сказал, ну, типа неплохая игра. Я на бум пытался всякие ники подобрать. Не получалось, я знаю, такая есть фирма, которая делает неплохие спортивные вещи, капа. Я хотел написать капа, капа был занят. Написал просто от нифиг делать капи, ну, чтобы посмотреть, что за игра. Ну, как-то и затянуло. Можешь рассказать в целом о команде, о нынешнем составе команды и о каждом игроке в отдельности? Который едет на УЦГ или который в основном в составе Юнити? Ого, а есть различия, да? Ну, конечно, потому что у нас половина основного состава, это ребята с Украины, и они едут в составе сборной Украины на этот же турнир. Вот, а у нас тоже сборная солянка, получается, из игроков с разных команд, кто имеет российское гражданство. Давай поговорим о тех, кто едет все-таки в Китай. Я думаю, это более интересно будет. Ну, да. Бывший игрок нашей команды это Ворсик, который сейчас в Virtus.pro. Анатолич, полевой командир, и также капитан команды. Нюклер, который у нас в команде, Шаниш, это человек из Team Dignitas, Лаки Рашер тоже у нас играет. Вот таким составом мы собрались. Это тут турнирчик, отыграли отборочные. Получилось обыграть очень сильную команду, это Na'Vi. Вот, с горем пополам все у нас там получилось. С горем пополам? А почему? Ну, потому что была карта не очень легкая, Монастырь. И выиграли со счетом 2-1, это уже чем-то говорит. То, что мы играли несколько часов, по-моему, эту карту, этот турнир. Были ничьи, не хватало. То нам чуть-чуть до победы, то им чуть-чуть. И в конце все-таки победили мы. А как давно вы именно таким составом играете вместе? Вот с ИГ, вот именно вот как начались отборы. Мы не тренировались вместе относительно, а просто играли. Вылетал спецбой, мы играли. Все. Сейчас вот пытаемся как-то потренироваться вместе, сыграться. Ну, посмотрим, что будет в Китае. Как у вас в данное время проходят тренировки? Стараемся с 6, стреляемся между собой где-то до 8. А потом с какой-нибудь командой играем, с какой-нибудь определенной карты. Какие достижения и громкие победы ты бы мог сейчас припомнить? Ну, помимо уже упомянутой победы, например, над командой Na'Vi. Ну, мы выигрывали Golden League. Вот второй сезон заняли второе место. Это относительно неплохое место. На Ураль вагон стали команда Unity в этом году заняла второе место. В прошлом, хотя немножко в другом составе, не немножко, а множко, занимала первое место. Неоднократно занимала тройку сильнейших на турнире Starladder. Ну, и занимала даже там, по-моему, первое место. Да, было дело. Скажи, а чем тебя привлекла такая вот дисциплина, как World of Tanks? Изначально просто общался с людьми, были нормальные люди, интересно было с ними играть. Ну, и как-то решили, пошло-поехало, затянуло. Скажи, вот твои самые запоминающиеся баталии можешь сейчас припомнить? Баталии? Могу. Это первый сезон Ураль вагонзавод, где мы заняли первое место, там тоже решалось. А расскажи об этом. И, наверное, самый такой важный бой за последнее время, это вот за путевку на гранд-финал, на УЦГ. И все, наверное. Ну, и Golden League, второй сезон. Были очень интересные, напряженные бои. Скажи, а ты стримишь что-нибудь? Нет. Игроки другие, наша команда стримит. Насколько вообще зрелищна эта дисциплина для людей, которые, например, никогда не играли в эту игру? Ну, на некоторых картах она зрелищна, на некоторых нет. Потому что на некоторых идет стоялова и очень нудная, долгая тягомотина. На некоторых картах, как Утес, там, как правило, с начала игры начинается уже маленькая войнушка, которая, как правило, быстро заканчивается. Как ты считаешь, насколько хорош баланс в игре? Ну, баланс. Ну, что я могу сказать. Сейчас вот был турнир. Вот у нас встретился Анатолич с противником, начали перестреливаться. У нас игрок 100% делает шот и должен убить соперника, имея какое-то количество ХП. При этом противник стреляет, поджигает нашего Анатолича, тот сгорает. Ну, и тот умирает, соответственно. Хотя, наверное, должен был выжить. Последний бой. Я в плюс один выстрел выезжаю на танк, чтобы убить. Он также делает выстрел в меня и поджигает меня. Тоже вот рандом. И очень много несбалансированных карт, потому что они нарисованы не для турнира и не для формата. 7.42 в основном для рандома. Ну, совсем нет баланса. Все может быть, как называется, в ВБР. А вот что бы ты изменил в игре, будь ты на месте разработчиков? Не хочу я на их месте быть. Слишком много работы, да? Есть такое дело. Не, ну а если серьезно, какие изменения ты хотел бы видеть в будущем в игре? В игре, ну, что бы делали карты, относительно нормальные, на которых нет, даже в том же рандоме стоялого. Баланс по технике, потому что это нереально, когда какой-нибудь восьмой танк попадает к десятом, где его с выстрела убивают. Не очень интересно так играть. Да. Вот. И когда раньше в боях было по 6 арта, сейчас арт немножко пофиксили, и в боях бывает до того, что по 11 ПТшек, которые урон наносят минимум 800 с выстрела. Ну, не очень приятная ситуация, когда ты выезжаешь, а у тебя 1500 хп на восьмом или там около 2000 на девятом уровне танка. Где ты с пару шотов умираешь. Ну, и карты, чтобы были забалансированы как-то. А что бы ты вот ответил всем тем, кто говорит, что танки не киберспортивная дисциплина? Скажу, что в чем-то неправо. Продолжай мысль. Ну, потому что надо многое изменить, что уже есть немножко в будущем, я думаю, будет. Потому что есть идеи у разработчиков по поводу этого всего. Чтобы было и смотрибедней, не было стоялого. Интересно было всем смотреть. Вот это скоро, я думаю, будет введено. А что будет введено, сказать не могу. Ты много путешествовал? Были поездки связанные с твоей киберспортивной карьерой? В Украину, по России. Во многих городах был. В Штатах, в Китае. И вот еще раз в Китай. Ну, потому что в прошлом году я тоже ездил в составе сборной России по танкам. Но я был как запасной игрок. Вот. Тоже победили там в прошлом году. Кто может составить вам конкуренцию в этом году? Кого вообще можно считать основным противником? Ну, я думаю, Тим Дигнитас. Очень сильная команда. Беларусь. Очень сильная команда. Американцы. Поляки. Да, я думаю, в этом году очень много сильных команд. Чуть ли не все? Ну, раз они попали на ОЦГ, я думаю, не стоит их недооценивать. Да. Какие шансы у вас? Загадывать не буду, но хотелось бы показать неплохой результат. Просто мы были немножко недовольны сеткой. А что там насчет сетки? Просто уточниться. Ну, потому что они раскидали группы так, что сборная Украины, России и Беларуси, которая считается фаворитами на этом турнире, их кинули в одну группу с канадцами. То бишь... О, он как! Да. С учетом того, что у сборной Китая две команды там присутствуют, они их кинули в более слабые группы. Вот. Так что вот такая вот несправедливость. Хотя я считаю, что такая жеребьевка должна проходить в онлайн-режиме на таких турнирах, чтобы было все по-честному. Прошлая твоя поездка в Китай, какое впечатление оставила? Ну, мне очень понравилась сама вся организация, как все это проходило. Так. Был в шоке от того, как все это устроено. По сравнению с Россией, большие две разницы. Какие у вас планы после ВЦГ? Ну, там будет продолжаться третий сезон Голден Лиги, где бы мы хотели занять хорошее место, чтобы попасть в результате на гранд-финал. Какова твоя роль в команде, помимо капитанства? Я как скромный игрок на Т1, светляк. А вот расскажи для всех тех, кто, например, не силен в танках, что значит светляк и какие там есть роли? Ну, я как разведчик, который, если он идет, не очень жалко его, который не очень многое решает. В некоторых боях даже очень многое, когда там идет дело с захватом или еще с чем-нибудь. Какие еще есть роли? Ну, сейчас очень часто идет разница в 8 очков. И этот танчик Т1, который имеет 1 очко, очень многое может решить, будет разница в плюс 8 очков или не будет. Сможешь сейчас вот припомнить какой-нибудь забавный игровой момент? Просто нелепая, например, ситуация во время матча? Конечно, могу. На первом сезоне Голден Лиги... Таких много было, да? Нет, самый такой эпичный. На первом сезоне Голден Лиги у нас вот тот же самый Анатолич, когда он остался на танке 8 уровня против арты 2 уровня, которая относительно беспомощная. И там умудрилась на ходу попасть последним снарядом и убить его. И это очень многого стоило. Это многие до сих пор забыть не могут. Киберспорт ты рассматриваешь как какое-то временное увлечение, да? Конечно, да. Это репоприще. Да. И как-то это ненадежно все. Были же какие-то вот игры, которые все там... Киберспорт смены, которые много времени этой игре выделяют, а ее бах и закрывали. Вот они вот недавно вот на ОЦГ эту дисциплину отменили как раз еще где-то там. Может, то будет с танками дальше? Я тоже не знаю, что будет через год, через два. Может, выйдет какая-нибудь игра. Лучше и интереснее, чем танки. И более под киберспорт построены. И все уйдут туда. В целом, Китай, какое впечатление на тебя произвел? Я имею в виду не чемпионат, а как страна. Страна интересная. Со своими плюсами, со своими минусами. Ты уже и познал минусы этой страны, да? Конечно. Там движение на дорогах вообще какое-то беспредельное. Там люди ездят, не включая поворотники. И эти чудо-скутеристы в темное время суток вообще опасны, потому что у них очень много этих скутеров на батарейках. И в целях экономии даже не включают никаких ни габаритов, ни фар. То, что я там находился неделю, я животных там вообще не видел. Ни животных, ни птиц. И не все едят. Наверное, едят. Ну, что еще могу сказать? Идея была. Чисто ухоженный город. Удивило то, что хорошие дороги. Нет жестоких пробок, как у нас. Да. Ехали мы по трассе какой-то платной. И прямо на середине. Вот что там понравилось, что в любое свободное место, куда можно воткнуть зелень, она у них везде воткнута. Растительность всякая. Не искусственная? Нет. Даже что удивило, на середине, по середине дороги, как раз вот, как у нас кустарники растут. И они именно зеленого цвета, а не как у нас серого. По толстым слоям пыли, а у них почему-то зелененькое. Может быть, ты посетил какие-то достопримечательности? Да, посетил какой-то чудо ихний базарчик, рынок. Там, где можно купить, наверное, все. Там, если цена, вряд ли, на что-то определенное 450 юаней, это можно купить у них за 45. Тупо надо последнюю цифру от их суммы убирать, и ты поймешь, сколько она стоит, в лучшем случае. Ну и еще были, я не знаю, как называется этот их магазинчик, гипермаркет электронной техники, где очень много товара, которого нет на территории России, но там есть, и по ценам дешевле, чем у нас товар предыдущего поколения. Например, вот ребята купили планшеты себе. А, планшеты, ну то есть, а тех товаров, которых в России нет? Ну вот, смотри, зачем фигня? У нас был планшет Apple-овский, у нас в России были только третьи. Четвертые должны были появиться у нас только через полтора месяца. А там ребята умудрились купить четвертые по цене, как у нас стоят третьи. Ну это разве неправильно? На этот раз у тебя будет время так же походить, посмотреть что-нибудь? Не знаю, но хотелось бы, потому что я еду со своей девушкой, у нее там список, чего накупить. Мама, не горюй. Тоже наверняка электроника, да? Все. Там список такой, что даже мне смотреть страшно. Ну а как тебе штаты, ты говорил, был в Штатах? Хорошие, вежливые люди. Город, в общем, понравился. Единственный минус, лететь далеко и долго. Сколько? Девять, восемь часов? По-моему, около двенадцати, плюс пересадка еще. Как вот ты справляешься с тем, что разные часовые пояса? Вообще легко. В дороге сплю или не сплю, потом как-то оно стабилизируется. А ребята из твоей команды? Все так же легко к этому привыкают. В чем все-таки, как ты считаешь, причина успеха вашей команды? Ну отчасти, наверное, потраченное время, опыт. Ну команда Na'Vi тоже опыт. Можно даже поделиться со многими. Ну так легла карта, я могу сказать. Хочешь сказать, это было случайностью? Нет, просто там были моменты, когда могли и мы проиграть, были моменты, когда должны были и они проиграть. Там не хватало чуть-чуть и нам, чуть-чуть и им. Ну там как получилось бы. Просто в таких командах, если какой-то игрок делает минимальную какую-то ошибку или еще что-то, это может очень плачевно кончиться для всей команды. То есть очень важен тимплей? Конечно, без этого никак. Ну в принципе все то, что я планировал обсудить, мы обсудили. И уже в завершении нашей беседы скажи, какие советы и наставления ты бы мог дать всем тем, кто только начинает свою карьеру в танках? Играйте на СТ и на тяжах, на ПТшке, на Артене играйте. Вот так вот, да? Да, потому что они всех бесят. Ну все тогда на этом. Всем пока.